Не знаю, как об этом рассказать, но как-то книгу Иова читая, как будто посчастливилась его мне увидать, как будто наяву с ним повстречалась. На площади у городских ворот среди многоуважаемых и знатных сидит богобоязненный Иов, его суждениям и мудрости нет равных, мудрейший среди жителей земли, богаче и знатнее всех сынов Востока, почченый среди инопленников своих, благоговеющий пред всемогущим Богом. Имея много золота и стад, живя в богатом и роскошном доме, он с чедростью и добротой богат заботился о сиротах и вдовах. Все слуги во дворах его селений по виновении ходили перед ним, с почтением великим и благоговением смотрели вслед, когда он проходил. Но вдруг нежданно грянула беда. Бог попустил, чтобы испытать Иова. Погибли дети, угнаны стада, обято сердце праведника скорбью. И в это трудное испытание час не согрешил он перед всемогущим. Промолвил только, Бог мне дал, дал и взял. Да будет он прославлен, вечно сущий. Но испытанием не пришел еще конец. Не кончились святого мужа скорби. Проказу лютой поразил дьявол лжец. Хотел узнать, не похулит ли Иова Бога. Представить трудно его жизни дни, его страдания, боль, уничижение, мучениях тяжких, как в объятиях тьмы. Скорбил душой огорченно ежедневно. Друзья пришли, увидев его скорбь, безмолвие, лишь пыль бросали к небу. Недоумений смотрели на истерзанную плоть, но смысл страданий им понятен не был. Коль скоро вновь до речи обрели, поспешно стали судьями для друга. Хотя прекрасно понимали то они, что мужем праведным Иова знали люди. Он был богобоязненным, простым, был справедливым, нелицеприятным, его любовью к ближним и чужим и добротой в его дворах. Любой обяд был. Ну а теперь, как будто никогда, он не был добрым, праведным и щедрым, презренный всем и отвержен без стыда, оставлен в испытаниях на верность. Даже жена, в скорбях оставив одного, боль сердцу мужа причинила безрассудно. Не в состоянии сострадать беде его, не поддержала в испытаниях трудных. Но этот праведник в страданиях своих свою надежду возложил на Бога, несокрушимым упованием своим, уверенно твердил в душе с восторгом. Мой искупитель жив, я знаю это и твердо верю, что настанет час. Мои глаза узрят его во свете, его величие я буду лицезреть. Никто другой, мои глаза увидят его всесильного и вечного судью. Я принесу к нему свои обиды и Господа душой превознесу. Бог Иова поставил нам пример, его богобоязненность и чистоту, и правду. Уверенность, что в Господе удел сегодня даже нам приносит радость. Бог возвратил богатство и стада, дал утешение вновь прекрасных детях. За тех, кто так жестоко осуждал, Он вскоре возносил пред Богом жертвы. Бывает так, постигнет нас беда или испытание, как гроза нагрянет. Нам хочется, чтобы кто-то поддержал, но все друзья вдруг судьями нам станут, томятся в рассуждениях своих. За что его постигло это горе? Наверное, грешнее всех других. И приговор выносят против Божьей воли. Пусть и могущий Бог поможет помнить, судить людей Господь не дал нам права. Лишь милости просить душой смиренной, чтобы наследовать блаженство право. Чтобы в наших испытаниях на верность не оказаться легче пустоты, нам нужно помнить, перед нами вечность, где нет страданий, скорби, тесноты. Слава Богу!